Всем привет! Сегодня у нас воскресенье. Был я на барахолке и купил два замечательных экземпляра. Особенно вот этот. Итак, посмотрим первую книгу. Книга о вкусной и здоровой пище. Здесь вот имеется вот такая разорванность. В принципе, это реставрируется все. Может быть, даже я вам сниму ролик, как это делается. Вот это вот настоящее совдепия, настоящее питание. Не то, что сейчас, гадость. Ну, 55-й год. Книга о вкусной и здоровой пище. Почему решил купить? Потому что эта книжка стоит денюжек. Не настолько много, конечно. В интернете вы сами посмотрите по названию. Увидите цифры. Каждый выставляет по-своему. Но ориентировочно за 300-500 гривен ее можно будет продать. Пельмешки натуральные, сибирские пельмени. Московский мясокомбинат. Не то, что сейчас пельмени с соей, вареники. Вообще неизвестно с чем. Картошки нету там и подавно. Сейчас я вам хотел показать. Где-то здесь икорка была. Черная, заморская. Пивко жигулевское. Горошек, сосиски. Мельхиоровые столовые приборы. Где-то, по-моему, на 137-й. Ага, вот она. Черная икорка, красная. Ну, красную сейчас можно еще купить. Ориентировочно где-то. 210 долларов. Где-то стоит либо 200 гривен. А вот черная икра уже, конечно, стала деликатесом. Цена ее около баночки 100 долларов. Вот такая вот книжка с рецептами. Наверное, мы ее чуток задержим у себя. Попробуем приготовить. Вот даже книжка ценится только из-за этих картинок. Ну и, соответственно, рецепты. Потому что приятно открыть, посмотреть историю продуктов. Изделия из теста. Все натуральное, все вкусное. А сейчас все на трансжирах. Рассольник, геркулес, овсяные хлопья. Ну, книжка, если честно, вот мне очень приятно ее листать. Поэтому мы ее более детально изучим. Приготовим. Может быть, покажу что-то вам. В общем, посмотрим. Кукурузка. Без ГМО. Так, теперь посмотрим более такой экземплярчик на тысячу страниц. Очень такая серьезная книжка. Кулинария. Это у нас, по-моему, тоже там 55-й год. Да, 55-й. Книжка очень такая толстенная. Основы рационального питания. Я потом, наверное, сниму отдельное видео насчет каждой книги. И то, что вас заинтересует, вы сможете остановить, записать, сфотографировать рецепты и приготовить. Я считаю, тоже будет интересно вам. В общем, заметки здесь различной кулинарии. Наверное, вам лучше на картинке посмотреть. Это оборудование здесь. Различное, кухонное. Для цехов, для фарша. Вот, как оно было. Сейчас, конечно, интерьеры поменялись в ресторанах. Даже ради вот таких картинок люди покупают, коллекционеры. Либо повара, кондитеры берут вот такие подобные книги. Потому что очень много полезных вещей отсюда можно почерпнуть. У меня уже были такие книги, но очень я давненько их не брал подобные. Особенно по кулинарии. Очень давно не брал соусы. И тоже по этой книжке я вам сниму отдельный ролик. Оно будет гораздо поинтереснее. Треска, окунь морской, рыбная ассорти, заливное из рыбы в формах. Вот это вкуснятина. Колбасы. Икорка красная, вон, целые бутерброды. А сейчас попробую такой сделаю. Как минимум 100 долларов надо заплатить. И то, чтобы еще не подделка была из водорослей. От колбасы современной я вообще отказался. Ничего там полезного нету. Поэтому в этом году будет уже два года, как не кушаю я. Все, натуралочка. Сыры. Московские. Сейчас вам поближе покажу. Швейцарские. Алтайские, голландские. Так, теперь давайте в общем по ценам, как всегда, и покажу ориентировочный свой доход. Эту книжку я купил за 100 гривен, эту большую за 200. В общем получилось за 300 гривен. Так, теперь давайте по ценам. Эта книжка ориентировочно я уже где-то говорил 300-500 гривен. А этот вариант где-то 1000-1200. Но вы также увидите то, что люди и по 100 долларов ее выставляют. Но, к сожалению, такие книги по 100 баксов не продаются. Поэтому мы, наверное, пока мы еще попробуем поготовить по этим рецептам. Даже, может быть, и оставим себе. И ориентировочно по цифрам мой доход где-то 1300 гривен. Эту за 100, эту за 200 я купил. Вот покупками, если честно, доволен. Ты своим доходом также. Потому что уже даже через год, через два эти книжки вырастают в цене. На них есть постоянный спрос. Значит, как обращаться с такими книгами? Я вам рекомендую, чтобы они дома не затаскивались. Сделать обложки на них. Можно даже из бумаги, из газеток. И уже будет сохранность. По крайней мере, мы заморозим, в какой она есть. Всем огромная просьба. Вот такие книжки мне не присылать на оценку. Я их купил. Мне достаточно. В принципе, вот этих двоих экземпляров больше и не нужно. Если у вас есть какие-то интересные книги до 1924 года, я готов рассмотреть их к покупке. Естественно, чтобы они были в адекватном состоянии. У многих есть такие потрепанные уже, разорванные старые книги. Мне их присылать также не нужно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!